Всем привет, меня зовут Евгений Шестопалов, вы на канале VideoSmile, а в этом видеоуроке мы будем делать вот такой вот эффект в программе Cinema 4D. Но перед началом этого урока я хочу напомнить вам про курс Super Cinema 4D от команды VideoSmile. Этот курс предназначен для тех, кто только начинает знакомиться с Cinema 4D и 3D-графикой. А также у ребят есть курс Super Cinema 4D Pro для продвинутых пользователей. Ссылки на эти курсы будут в описании к видео. А мы начнем. На начало создаем очень-серкл-плайн и хеликс. В хеликсе выставляем такие вот параметры. Сразу засунем это в нуль. Советую все нули как-то называть, чтобы было дальше понятно, чтобы было дальше проще с ними работать. На хеликс мы накидываем сплайн-рап и в сплайн-рап мы вставляем наш циркл. Отлично. Получается вот такой вот сплайн. Он нам пригодится дальше. Можно его скрыть. На циркл наш накидываем, собственно, pyro-тег. У нас появляется pyro-объект, в котором, так сказать, генеральные настройки сцены, а локальные мы выставляем в самом теге. Можем как раз на этом теге поставить surface thickness где-то на 30, отключить температуру. Это, собственно говоря, огонь. Если мы включим, то мы видим огонь. Отключаем. Огонь нам не нужен. И в pyro также можем отключить температуру. Вот так сейчас выглядит наша симуляция довольно уныло. Ctrl-D. Идем в настройки сцены, симуляция сцены. Выставляем гравитацию на 0. Все, дым появляется, но он стоит на месте. Можем попытаться поиграться с настройками этого дыма. Пойти в pyro, допустим, в турбуленцию повыше. Смотрим, что получится. Можно сразу же плотность дыма поднять. Но пока это бессмысленно делать, но все равно ничего не видно. Создаем силы, которые будут на все это влиять. Идем в simulate forces, создаем turbulence. Кладем его в 0 forces и выставляем тут примерно так. Scale на 100. Смотрим, что у нас получается. Мы видим, турбуленция действует. Можно сразу же пойти поднять, вернее, сделать поменьше размер бокселя. Смотрите, обращайте внимание на то, чтобы в pyro.default размер бокселя был не больше, чем в теге. Пока у нас размер бокселя небольшой, чтобы мы могли в реал-тайме как-то отслеживать нашу анимацию. И можем заранее в теге pyro в velocity поставить set absolute velocity. Тогда у нас все силы будут действовать с самого первого кадра. Они не будут, так сказать, по нарастающей действовать. Они будут сразу мгновенно действовать. Так, отлично. Можно турбуленцию даже, может быть, поменьше сделать. Добавляем сцену. FieldForce. Кладем его рядом. И в FieldForce мы как раз закидываем наш Helix. Helix делаем побольше. Вернее, FieldForce. И поплотнее делаем, чтобы было понятно, что происходит. И силу сразу же ставим на 150. Вскрываем наш FieldForce. И давайте сделаем анимацию появления через параметры толщины. Как раз сделаем анимацию появления 0. Можно FieldForce. добавить randomField по оверлею. И здесь выставляем, например, Turbulence. Ставим-ка на Scale большой. Примерно на 50%. Посмотрим, как оно будет. Вот, по идее, добавилось тут немножечко турбулентности в наш FieldForce. Можно пойти, вернуться в настройки Pyro и поиграться с параметрами. Так как симуляции делаются на видеокарте, тут имеет значение количество вашей видеопамяти. Так что ориентируйтесь на ваше железо и выставляйте такие параметры, при которых у вас не будут выдавать ошибку. Я опытным путем вычислил, что меньше двух сантиметров воксель мне нет смысла ставить, иначе выдает ошибку. И ставим идентичные параметры в Pyro и в Tag. 2 и 3 substep. Аналогично тут 2, 3. Идем в кэш. Нажимаем кэш син. Создаем папочку. И нажимаем save. После чего начинается симуляция сцена. И мы просто ждем. Симуляция прокэшировалась. Мы получили вот такое сообщение. Это нормально. Наша симуляция не захотела почему-то сама подгружаться. Вот мы ее загрузили. И все 250 кадров, как вы видите, у нас есть. Тогда приступим к дальнейшему созданию сцены. Создаем камеру. Самую обычную камеру. Накинем на наш дым материал. Я буду рендрить это в Redshift. Так что мы идем в Redshift. Создаем Pyro Volume материал. Самый дефолтный. Выкидываем его. Что мы видим? Создадим источник света. И зададимся тогда освещением. Я буду использовать три Aria Light. Два по бокам. И один сверху. Нам нужно для начала подсветить вот просто контура. Это я назову его Top. Этот будет справа. А вот этот будет справа. Возможно, даже слишком ярко. Останет понятнее позже. Займемся настройкой шейдера. Идем в материал. Заходим в сам материал. Можно удалить канал эмиссии. Которую температуру мы удаляем. И занимаемся, собственно говоря, настройкой цветов. Цвета я выставляю на глаз. Я опытным путем. Мы попытаемся добиться картинки, которая была в превью. Тут у меня был слегка голубоватый оттенок. Нам нужны... В каждом... В скеттере мы отдельно выставляем цвет Tint. И отдельно вот этот вот цвет в градиенте. Тут у меня был слегка розоватый такой оттенок. Спускаемся вниз. И самое главное, в абсордсию выставляем 0.2. Это своего рода плотность нашего дыма. Тинт сделаю слегка зеленоватый. Так, вот тут у нас, в общем-то, цвет не выставился. Нужен слегка вот такой розоватый. Тут вы вольны выставить цвета, какие вам нравятся. Можете потратить больше времени и настроить шейдер так, как вам очень нравится. А мы продолжим дальше работать с освещением. Поместим в центр PointLight. Я просто продублирую Area. Назову его центр. И сделаем тип PointLight. Окей. Делаем его очень ярким. Слегка приподнимем. Можно остальное освещение сделать еще более тускло. Так. 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 да это становится похоже на то что нам нужно и добавим вспышки к отличию превью копируем этот point light flash intensity у него поставим 40 и нам нужно будет сделать анимацию экспозиции ставим ключи здесь минус 10 у нас есть отличная пока симуляция только наоборот здесь минус 10 в середине 8 вот у нас есть такая вспышка помещаем это в клонер оставляем режим object и накидываем вот на этот наш сплайн сделаем не знаю давайте 50 штук сделаем небольшой offset рандомность поместим это в нуль переменовываем и на клонер накидываем рандом эффектор поместим его здесь поменьше сделаем назовем его рандом было понятно что он отвечает за позицию и накидываем еще один рандом эффектор но тут нам уже понадобится time offset назовем его time и мы видим как вся анимация вспышек у нас рандомизировались по времени и нам нужно подобрать такой параметр чтобы они начали чтобы первая вспышка была уже после того как у нас дым появился нам нужно выставить побольше значения сделаешь или 70 Вот так. Можно посмотреть, как эти вспышки работают без остальных источников света. Можно intensity побольше сделать. Давайте вернемся в шейдер. И сделаем наш absorption коэффициент 0.15. Тогда получше видно наши вспышки. Спасибо. 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 Вот так вот хорошо видно вспышку. И посмотрим, как это будет выглядеть со всем освещением все вместе. Мне кажется, слегка пересвечено. Можно центральный сделать меньше. И боковые еще может быть чуть меньше. Пойдем пока в render settings. Я создам новые настройки. Redshift. Как я обычно настраиваю, идем в advanced. Выставляем sampling. Пусть будет 0.4. Motion blur нам не нужен. Global Illumination нам не нужен. Поставим. В глобальной настройке здесь мы можем все поставить по минимуму. Не уверен, что это как-то будет влиять. Волим можно поставить больше. Тоже мне кажется, это не будет ни на что влиять. Отключаем default light. Global Illumination включили. Каустика нам точно не нужна. Пассы мы никакие не считаем. И можно поставить bucket size на максимальный. Вот, собственно говоря, и все. Считаем в XR. Выставляем 25 кадров. У нас все совпадает. Кадры. И посчитаем один какой-нибудь кадр. Вот у нас досчитался кадр. Заняло 5,5 минут. 1280 на 720. Да, долго. Но результат хороший. Возможно, можно как-то оптимизировать на стройке рендера. Это будет считаться быстрее. Но это не в этом уроке. На этом все. С вами был Евгений Шестопалов. Видеосмайл. Напоминаю про курсы Cinema 4D и Super Cinema 4D Pro для продвинутых пользователей. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Если будут какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok